Осередное путешествие, когда у меня нет возможности вести с собой краску, на самолете нельзя. Это взрывоопасный груз считается. Я заказываю на Петрогрупп-шоп. Здесь все очень просто. Выбираем нужную нам краску. Черно, побольше. Наконец-то я в Калининграде. Меня встретил друг на *** тачке. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это вот все от пуль. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут в Калининграде есть маленькие миниатюрки Хомлина. Их 7 штук. Они в разных местах. Это мама Хомлин. А вот бабушку нашли. Субтитры сделал DimaTorzok У нас в Питере есть памятник Петру Первому на коне. А тут дочери Петра, Елизавете Петровне. На пороге поплывем на Балтийскую косу. Субтитры сделал DimaTorzok Сразу же мы на Балтийской косе в прокат все велики взяли, чтобы на колесах быть. Найдены Балтийские пираты. Жестковатая звезда выглядит на пне. Это самая западная точка России. Балтийская коса. Привет, Балтийское море. Старый немецкий аэродром, уже заброшенный. Вот это вообще взлетная полоса, по которой взлетали и приземлялись немецкие самолеты. Вот сверху вот эти вот дырки, это от снарядов. Попрошайки, леса. Мы на Куршеской косе идем к танцующему лесу. Куршеской косе. Балтийское море, а это Кушский залив, найден очень прикольный вагончик. Вот и 12 выпуск с Балтийского моря. Там Георгия, Победа носится, очень интересная винтовая лесенка. Вот тут, видимо, звенари. Вот это, кстати, от пуль, скорее всего, царский колокол. Вот это уже какой-то наш, есть желание позвонить, конечно, но этого лучше не делать у меня. Чьи-то остальные теги 1852 года. Ну вот, наконец, наверху. А, вот, Серега, короче, слышите, пуски черепицы. Ну, лучше в сторону отходите, видите, чаша заторванная. Что, хотите посмотреть, что в подъезде? Здесь дерево держаные, перилы. Это Европа. Вот это граница с Польшей. Бобер, бобер, я пердолю, бобер. Бобер. Айз-то вон живут на крыше. Бобер. Не надо сейчас, да. Ты, Польшей пелселей русский. Польска курва. Бобер. Ю-Дезинск. А, блин, смех. Матильда! Фильда! Кстати, эта площадь называлась Адольфа Гитлера. А сейчас она называется Площадь Победы. Величественное здание. Капитральный собор Кеннексперта. А вот здесь, на правом берегу, водолазы-любители недавно подняли со дна дырявый сапог, чудом сохранившийся сапог самого барона Мюнхгаузена. И зашел в гости к смотрителю, как раз вон в тот симпатичный маленький домик с миниатюрным шпилем, рядом с высоким мостом. Смотритель уложил в его спать. Кровать была настолько мала, что ноги Мюнхгаузена высунулись в окно. Один сапог сполз с ноги и упал в воду. Ну а на то место, где сапог выловили, его унесло течение. Вот так. Прикольный вагончик на колесах. Лесик, ты можешь хозяев позвать? Братан, когда хозяева будут, ты не знаешь? Я вижу борт японского грузовика. Это нормально я забрел. Нормальный аппарат. Да, вот это кайф. Это митсубиси. Митсубиси. Добрый день. А скажите пожалуйста, а вот машина грузовичок, хозяина не знаете? Вот этот вот, да? Спасибо большое. Здравствуйте. А я вот еще у хозяина грузовичка не подскажете? Спасибо. Добрый день. А это ваша машинка, да, грузовичок? А я художник. Вам интересно было бы, если бы я вам рисуночек на машине сделал? Да, на борту. Бесплатно. Сергей и меня Сергей. Может вы расскажите про машину митсубиси? 92 года. Много лет уже здесь. Ну она в Якутии была. Своим ходом перегнали сюда. Такое ощущение, что это кисточками на самом деле сделано. Действительно вручную все это рисовалось. Не поймешь. На пленку не похоже. То есть вот это вот я вижу, что эта пленка, да. Слушай, да. Это действительно жизненная работа. Иногда жалко вот перекрывать эти японские иероглифы. Ну что делаешь? Искурство требует жертв. Порошал. Обезопасен. Эти красивые фонарики. Скотчем. От краски конечно. Делал вот в Japan, в Японию. Японский катафот. У меня не был. Я был. В Японии. Я был. Это яблоки. Я был. Я был. Я был. Я был. я надеюсь она меня выдержит но ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА